Это с них начинается история алтайской авиации. Первые выпускники Барнаульского лётного училища снова в одном ряду. Ещё мальчишками они просто мечтали о полётах, не думая, что в будущем смогут уверенно бороздить небо и станут полковниками и генералами. Первый самолёт Л-29, дозу, но учебный самолёт, хороший, очень реактивный. Потом Мил-28, фронтовой бомбардировщик. Старенький, но надёжный. Славгороди мы летали, Кур-Лея. А вот на этом прекрасном Як-28, ему хоть и называют аэродинамическое безобразие, но это в камне наби на нём летали. История Барнаульского авиационного училища началась в 1966 году. 18 августа на основании постановления Совета Министров СССР подписали приказ о его создании. С тех пор на Алтай ежегодно приезжали юноши с разных уголков страны с общей мечтой покорить небо. Лётное училище воспитало около 4 тысяч лётчиков и не одно поколение героев. Среди них наш земля Константин Павляков. Годы его службы совпали с войной. В небе над Афганистаном самолёт молодого лейтенанта оказался сбит. Под занавес уходящего 20 века история алтайской авиации неожиданно прервалась. В 1999 году лётное училище расформировали. Преподавательский состав был уволен в запас. Территорию передали нынешнему БЮИ, а курсантов перевели в Армавир. Какие перспективы вы для себя видите после окончания Армавирского авиационного института? Я бы сказал, что они немножко такие туманные. Мы едем туда, мы практически сильно не знаем, что нас ждёт там и как нас встретят там. Там мы всё-таки будем чужие. Очень жалко, конечно. Нас и так не очень много осталось. У нас поступало больше ста человек, а едет всего лишь 49. И как будто бы утешением осиротевшему барнаульскому небу в краевой столице, и по наши дни остаётся Алтайская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой. Сюда после 9 класса приходят юноши, чтобы после поступить в военный вуз или всё же связать жизнь с авиацией. Но уже не на Алтае. Ближайшее к нам военное училище находится в Краснодаре. Выпускники нашей школы учатся сегодня в Краснодарском училище, в Сызранском. Дай Бог. Ну я их всегда ориентирую. Мужики, учитесь лучше. Сегодня самолёты четвёртого поколения безграмотных не терпят. Каждый год лётная школа встречает более ста мальчишек, которые с надеждой смотрят в небо. А мысль о возрождении алтайской авиации и возвращении в Барнаулу статуса города лётчиков пока так и остаётся несбыточной, но такой желанной мечтой не только парней, но и очень многих горожан. Елена Макаренко, Анара Шагирова, Артём Гусельников, Александр Антропов. День с топком.